Школа речевого мастерства Людмила Лишенко была открыта в сентябре 2007 года. Сейчас это одно из самых известных профильных учреждений в регионе. Директор Людмила Александровна уверена, что всё начинается с любви. С любви к русскому языку, каждому его слову. Своими секретными с учениками педагог делится вот уже 15 лет. Вроде бы все умеют говорить. Я сама, собственно, понимала, что это дело каждого человека – научить самого себя говорить. Но я же ошибалась, потому что, когда я в этот вопрос, так скажем, вникла, я поняла, что у нас, по сути, по-хорошему речи не учат совсем. То есть и в школах, и в вузах у нас изучают письменный, а литературный язык. Устный, правильный, красивый, в общем-то, не изучают. Устная речь в совершенном загоне. С первых дней работы в школу начали приходить люди самых разных возрастов, которые хотели повысить уровень культуры общения и речевого мастерства, овладеть искусством самопрезентации в целом. Помог в организации образовательного процесса учитель Людмилы. Она со мной познакомилась в своё время. Она ещё когда занималась во дворце пионеров, а я вёл кружок во дворце пионеров, стихи детей учил читать. Вот с тех пор мы знакомы. А потом работала она на телевидении. Мы вместе, мы коллеги. И решила она создать школу речевого мастерства. Но я согласился и стал с ней работать. Вот с тех пор. Как привлечь к себе собеседника? Какие правильные слова подобрать? Как вести себя, чтобы тебя запомнили? Что нужно сделать для того, чтобы не растеряться в разговоре, найти нужные фразы и, главное, правильно говорить? Именно этим навыком учат в школе речевого мастерства. Интенсивный курс обучения длится 4 месяца и включает в себя такие дисциплины, как культура речи, актёрское мастерство, интервью, имидж и стиль, мастерская речи. Опосредованно происходит обучение. Пришли, допустим, дети, они несут это в семью. И часто мы даже даём задания детям. То есть в семье можно тоже задать вопросы и дать те задания, которые мы здесь проходим. То есть, видите, у нас получается такое, как будто уже идут круги по воде, и мы всё больше и больше охватываем. Однако и на этом путь саморазвития не прекращается. Многие ученики школы приходят во второй и третий раз, чтобы становиться всё лучше и лучше. Нас обучили здесь чувствовать себя более уверенными. Мы получили навыки грамотного говорения. И, соответственно, нам так понравилось, что мы записались на обучение на следующий поток. И прошли уже более углублённое и расширенное обучение и ораторскому мастерству, и сценическому мастерству, и массе всего другого полезного. За 15 лет через учебное заведение прошло более 3000 ульяновцев. Ребятам по младше полученные знания помогают в школе на уроках по русскому языку и литературе и при написании сочинений. Приобретённый опыт также прибавляет уверенности в устном пересказе текста. Всему этому ребята учатся в дружеской атмосфере под руководством опытных наставников. Знания, которые дают школе, универсальны, а значит, они будут полезны как для подрастающего поколения, так и для взрослых. Здесь они повышают уровень речевого мастерства, совершенствуют свои навыки общения и выступления перед аудиторией. В данной школе мы учились не только грамотно говорить, но и правильно мыслить, а также составлять психологические портреты как себя, так и окружающих. Учили нас разбираться в людях, предотвращать какие-то конфликтные ситуации. Я думаю, что это любому человеку пригодится в жизни. Здесь не только помогут построить красивый грамотный диалог или монолог, но и решить личные проблемы. Большинство семейных ссор происходит из-за неумения договориться, а в основе любого договора как раз и лежит умение выразить свои мысли и выслушать мнение собеседника. Нас привела сюда дочь 17 лет. Так как подростки очень увлекаются и повышают свой уровень саморазвития, мы решили тоже ее в этом поддержать. И как понимать людей, и насколько приятно все это понимать, воспринимать ту информацию, которая до нас доходит. И все это как-то, видимо, совсем так по-другому. Очень нравится. Записаться на занятия может слушатель любого возраста и любой специальности среди выпускников школы, бизнесмены, телеведущие, врачи и чиновники, которым важно грамотно и понятно изъясняться на публике. Моя работа связана с общением с людьми, связана с помощью людям, с ведением заседаний Ульяновской городской думы, комитетов. И, конечно, знания, которые здесь нам дали, пригодились для того, чтобы действительно вести беседы на нужном профессиональном уровне, для того, чтобы приходить к правильным выводам и помогать другим людям приходить к правильным выводам. Тысяча благодарных и успешных выпускников. Всё это было бы невозможно без сложной работы педагогического состава и любви к своему делу.